Всем привет! С вами ВКИНО! Сегодня мы разберем сюжет отличной драмы 2014 года «Чудо», основанной на реальных событиях. 60-е годы 20 века. Учитель Махир пытается уговорить свою жену Джимиле переехать вместе с ним в его родное горное село, где он не был с самого детства. Учитель объясняет, что туда его отправляет руководство, чтобы организовать в поселении школу, которой там никогда не было, и это единственная для него возможность, чтобы получить пенсию. Однако супруга категорически отказывается ехать в такую глушь и заявляет, что она останется жить в Измире с двумя дочками. Махир сначала едет на поезде, затем на автобусе, а когда нормальная дорога кончается, мужчине приходится идти пешком по горным тропам и пересекать вброд ледяную горную реку. Селяне, конечно же, не узнают Махира и встречают его в штыки, однако они успокаиваются, когда мужчина объясняет, что он учитель. Чужеземцы выходят поприветствовать старейшина села, Мухтар. Старик радуется, что к ним наконец отправили учителя, вот только школы в их поселении никогда не было. По пути в село Махир замечает, как дети насмехаются над сыном старейшины Азизом, инвалидом с детства, который с трудом владеет своим телом и не умеет даже разговаривать. Мухтар приводит учителя к себе в дом, где жители предлагают использовать в качестве школы загон для скота. Махир отвечает, что это не дело, и собирается съездить в город к министру образования, чтобы тот дал команду построить в селе школу. Однако местные жители слабо верят в эту затею. Дети дарят Махиру небольшой сувенир, ведь благодаря мужчине они наконец смогут стать грамотными людьми. На следующий день старейшина собирает своих шестерых сыновей и спрашивает, кто из них в этом году собирается жениться. Азизу уже давно пора найти себе жену, однако отец понимает, что из-за психического состояния парня это практически невозможно, и позволяет вместо него жениться одному из младших сыновей Джелялу. По традиции, невесту для сына выбирает мама Хазар. Парень просит женщину убедиться, что девушка красива и стройна, а самое главное – это здоровые ровные зубы. Хазар вместе с родственницами приходит в дом к будущей невесте Гюлей, чтобы проверить, что она подходит для ее сына. Девушка выглядит очень симпатичной и хорошо отвечает на вопросы гостей. Она легко читает Коран наизусть, умеет готовить и грациозно шагает по веревке на полу. К сожалению, у Гюлей гнилые зубы, однако все остальные достоинства перевешивают этот недостаток, и Хазар дает добро на свадьбу. Братья Джеляла, услышав от родных о положительных сторонах Гюлей, говорят жениху, что ему очень повезло. Однако, когда парочка наконец встречается в доме жениха, Джелял застывает от изумления, увидев гнилые зубы невесты. Махир вместе с Мухтаром и Хайдаром идут в город, надеясь договориться в Министерстве образования насчет строительства школы в селе. Азиз догоняет отца и жестами просит взять его с собой, не в состоянии выговорить ни слова. Мухтар убеждает сына остаться, пообещав вскоре вернуться. По дороге старейшина объясняет, что он пробовал множество разных методов, чтобы вылечить Азиза, но ничего не помогло. Вскоре троица встречает группу вооруженных всадников. Махир пугается, увидев, что перед ними бандиты. Тогда старейшина успокаивает гостя, объясняя, что эти мужчины настоящие горные львы, и своих они не тронут. Вскоре трои добираются до города и сразу идут к чиновнику из Министерства образования. Однако мужчина отказывает им в строительстве школы из-за очень скудного бюджета. Махир собирается возвращаться домой, так как учить детей в селе нет возможности, а местные жители с большой печалью воспринимают это известие. Учитель понимает, что не может бросить начатое. Он по телефону врет жене, что его похитили разбойники и теперь требуют выкуп, настаивая, чтобы Джамиле скорее отправила ему семейные сбережения. На деньги учителя ребята закупают стройматериалы и всем селом начинают строительство школы. Даже горные львы прибывают в поселение, чтобы как можно скорее завершить работу. Махир замечает, что дети почти каждый день издеваются над Азизом и думает, как помочь бедолаге. Жители завершают строительство школы в очень сжатые сроки, и вот наступает день торжественного открытия. Старейшина перерезает ленточку и все собравшиеся надеются, что образование поможет их детям стать успешными людьми. Махир без промедления приступает к занятиям. Учитель замечает, что Азиз постоянно торчит около окон здания и приглашает его зайти внутрь. Но парень сильно смущается и убегает. Когда дети в очередной раз издеваются над Азизом, Махир велит им отстать от парня, угрожая выгнать нарушителей занятий. Азиз продолжает приходить к школе, но он никак не решается зайти за порог. Однажды Мухтар с сыновьями нигде не могут найти Азиза. Мужчины обходят все село и его окрестности и очень удивляются, обнаружив Азиза в школе вместе с детьми. Парень наконец решился зайти внутрь, а добрый учитель решил во что бы то ни стало научить его грамоте. Махир говорит Мухтару, что Азиз стал его другом и он будет учиться вместе с остальными, а все родственники радуются за парня, ведь у него наконец-то появился шанс в жизни благодаря доброму учителю. Однажды Махир просит школьников назвать имя и фамилию отца, и когда очередь доходит до Азиза, парень после нескольких попыток с трудом выговаривает «Мухтар», чем вызывает бурный восторг всего класса. Когда наступает зима и выпадает снег, Махир не прекращает занятия и продолжает обучать детей и Азиза. Учитель замечает, что один из его учеников, Гафур, постоянно смотрит в окно, словно ждет кого-то. Односельчане объясняют, что отец мальчика Джамило 10 лет назад убил злого человека, который изводил всю деревню, после чего мужчине пришлось укрыться в горах, чтобы избежать тюрьмы. Однажды Джамило возвращается в село и благодарит Махира за то, что их дети, благодаря труду учителя, получают образование. Конечно же, Гафур рад видеть папу после долгой разлуки, однако супруга мужчины Ханема заявляет Джамило, что их сын вырос без отца. Женщина просит мужа сдаться властям, чтобы, отсидев срок в заключении, он наконец вернулся в семью. Мухтар объясняет Джамило, что женщины и ружья – это самое главное в жизни. Они могут долго терпеть, но никогда нельзя о них забывать. Джамило соглашается с мнением односельчан и сдается властям. Наступает пора жениться младшему сыну Мухтара Фейзо. Парень просит Хазар только об одном, чтобы у невесты были красивые голубые глаза. Мама с другими женщинами из семьи приходит в дом одной из претенденток, которая отлично выглядит и хорошо готовит. Однако у девушки воняет изо рта, и она совсем не знает Коран, поэтому Хазар отвергает претендентку. У следующей невесты карие глаза, кроме того, она страдает косоглазием. Из-за этого девушка не может пройти по веревочке, однако она отлично знает Коран, и в итоге Хазар одобряет ее кандидатуру. Фейзо немного смущается, взглянув в прекрасные глаза невесты, однако быстро соглашается с выбором мамы. Вскоре жители села едут в город, где должен состояться суд над Джамило. Судья объявляет, что за убийство положен срок 24 года, однако с учетом всех обстоятельств мужчине сокращают его до 4 лет заключения. На выходе из здания суда Мухтар замечает, что двое парней собираются застрелить какого-то старца и успевает выбить пистолет из рук стрелка. Старца зовут Иса. Он благодарит Мухтара и предлагает выдать свою дочку замуж за его сына. Мухтар предупреждает, что его последний неженатый сын Азиз инвалид, но переполненного благодарностью старца это не останавливает. Вернувшись в село, Мухтар шокирует Азиза отличной новостью. Он, наконец, нашел невесту для парня. Хазар с родственницами по традиции приходят в дом невесты Мизгин, чтобы посмотреть на нее. Увидев, насколько красива девушка, гости теряют дар речи. Кроме того, она знает Коран и отлично готовит. Хазар понимает, что такая невеста совсем не ровнее ее сыну калеке. Через несколько дней Иса приводит дочь в дом жениха. Мизгин не может сдержать слез, а Хазар советует ей покорно принять свою судьбу и стать хорошей женой. Когда заплаканная невеста остается одна, в комнату заходит Азиз. По традиции он должен оторвать голову голубю, чтобы жена всю жизнь боялась его, но парень не может этого сделать и отпускает птицу. Увидев, насколько красива его невеста, Азиз теряет дар речи. Мизгин, понимая, что у нее нет выбора, старается стать хорошей хозяйкой и женой. Молодожены учатся жить вместе, однако жителям села не дает покоя этот неравный брак. Соседки не стесняются сплетничать с Примизгин, громко обсуждая, что они лучше бы покончили с собой, чем стали бы жить с калекой. В то же время мужчины завидуют, что Азизу досталась красавица-жена, и еще больше издеваются над бедолагой. Азиз привык терпеть унижения и оскорбления всю свою жизнь, однако когда он видит, как соседки травят супругу, то рыдает от горя и винит во всем себя. Азиз понимает, что единственный способ спасти Мизгин – это свести счеты с жизнью. Он вскакивает на коня и скачет к краю пропасти. К счастью, парня догоняет Махир. Он убеждает товарища остановиться и написать семье письмо, излив в нем свою душу, так как парень может выговорить только отдельные слова. Азиз пишет письмо родным, которое оказывается прощальным, так как он вместе с супругой решает покинуть село в поисках лучшей жизни. Пара уходит тайно ночью, зная, что иначе родные никуда их не отпустят. Утром семья парня находит письмо, в котором Азиз говорит, что любит их всех, но он обязан защитить свою супругу, поэтому покидает родные края, надеясь однажды к ним вернуться. Вскоре Махир завершает начальный курс обучения у детей и собирается возвращаться домой. Прощаясь с учениками и жителями села, мужчина плачет, говорит, что ребята теперь смогут пойти учиться дальше и освоить разные профессии. Учитель отдает растроганному Мухтару рисунки Азиза, на которых тот изобразил всю свою семью. Селяне благодарят Махира за надежду, которую он подарил их детям, на прощание сказав, что они всегда будут рады возвращению доброго учителя. Проходит семь лет. За это время власти не только построили дорогу к селу, но и провели электричество в каждый дом. Однажды на дороге появляется машина, из которой выходит Махир вместе со своей супругой. Обменявшись приветствиями, учитель говорит старости, что он привез с собой большой сюрприз. В этот момент из двери машины появляется шестилетний мальчик, а следом за ним выходит его отец. Жители села замирают от удивления, увидев, что это Азиз, который не только перестал хромать и стал гораздо лучше выглядеть. Он наконец заговорил, и его речь стала понятна окружающим. Следом из машины выходит Мезгин, держа на руках их маленькую дочь. Мухтар благодарит бога за произошедшее чудо и спрашивает сына, как ему удалось выздороветь. Азиз объясняет, что он поправился только благодаря любви Мезгин. Так и заканчивается эта история. А реальный Азиз вместе с женой, тремя детьми и внуками до сих пор живет счастливой жизнью в Стамбуле. Как вам фильм «Чудо»? Поделитесь в комментариях. Спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok